Новости в СИЗО Его ближайший товарищ Марк Остусев не выдержал такой вопиющей несправедливости и неожиданно взял больничный. То ли ситуация с ближайшим политическим единомышленником так сильно подействовала на нашего градоначальника, то ли поцелуй с жирафом тому виной. Однако в пресс-службе Алексея Костусева избегают любых комментариев о бывшем нардепе. Справедливости ради хочется отметить, что брать больничный во время критических ситуаций стало уже доброй традицией у наших чиновников. Одесситам грозит вспышка полиомиелита. Жители Одесской области могут заболеть полиомиелитом и в наши дни в связи с низким охватыванием детей иммунизацией. Украина стала одной из немногих стран в мире с высоким риском вспышки этой инфекции. Сегодня ситуация по полиомиелиту в мире считается крайне неблагополучной в связи с циркуляцией вируса в Израиле. Украина особенно уязвима, потому что вакцинированы были менее половины детей. Вспышка грозит от любого заболевания, если ребенок не привит. Если большое число детей в городе не привито. Учитывая то, что расстояние между Украиной и Израилем небольшое, миграция очень высокая. Риск возникновения заболевания, конечно, более всего высок среди детей семей 14 лет, поскольку Одесса находится на пути близких контактов с этим государством. Полиомиелит, или как его еще называют детский спинномозговой паралич, был известен за несколько тысяч лет до нашей эры. Но самостоятельную болезнь он был выделен в 1860 году. И с этого времени человечество ведет с ним борьбу. Вирус поражает нервную систему и за считанные часы может привести к общему параличу. Полиомиелит проникает в организм через слизистые и размножается в кишечнике. Заболевания обычно начинаются остро, с повышения температуры, появления катаральных признаков, таких как насморк, боль в горле, кашель сухой либо влажный. Через 1-3 дня температура падает. Самая тяжелая форма – это паралитическая форма, когда поражается нервная система, возникают паразы, параличи нижней конечности, дыхательные мускулатуры. Мышцы гортани, глотки, лицевые нервы. Большой вклад в ликвидацию инфекции внес в 1953 году американец Джонас Солк, разработав так называемую убитую вакцину против полиомиелита. Позже Себин внедрил в практику живую вакцину. С ликвидацией полиомиелита человечество обретет огромное общественное благо, преимуществами которого будут в равной мере пользоваться все люди, независимо от того, где они живут. Экономическое моделирование показало, что ликвидация полиомиелита позволит сэкономить в ближайшие 20 лет по меньшей мере от 40 до 50 миллиардов долларов США, главным образом в странах с низким уровнем дохода. И самое важное, успех будет означать, что ни один ребенок никогда больше не будет страдать от ужасных пожизненных последствий паралича, вызванного полиомиелитом. Ксения Ильбеева, Алексей Кулигин, Новая Одесса. Осень – любимое время всевозможных вирусов, в том числе и гриппа. Тем не менее, прививки до сих пор порой считаются весьма неоднозначной профилактикой заболевания. Об особенностях вакцинации в нашем сюжете. Калифорния, Массачусетс и Виктория. Именно так называются ожидаемые штаммы гриппа в этом сезоне. Как и любая вирусная инфекция, грипп опасен своими осложнениями. Это гриппозный менинг-энцефалит, то есть воспаление мозга и оболочек мозга, пневмонии и все то, что кончается наид. Пилонефрит, отид, то есть осложнений много. Одним из наиболее эффективных способов профилактики гриппа врачи по-прежнему называют вакцинацию. Эпидемии повторяются практически каждые 6 лет. И вот в связи с этим создаются вакцины, которые уже содержат эти серотипы предполагаемого вируса, чтобы привить на этот сезон именно от этого штамма гриппа. Ранее иммунитет у привитых пациентов появлялся за счет того, что они, по сути, переносили грипп в легкой форме. Однако сейчас ситуация обстоит иначе. Если человек вакцинирован, то в этом случае он в более легкой форме. Если он даже заболеет, то в более легкой форме он может перенести. Одним из главных условий прививания является абсолютное здоровье пациента, отсутствие температуры, насморка и прочего недомогания, а также обязательная консультация с врачом. Для вакцинации используются препараты из Франции и Нидерландов, купленные, разумеется, самими пациентами. Вакцины все инактивированы, и они не дают никаких побочных эффектов, потому что у них не содержится вируса гриппа. У них содержатся только антигены, которые дают выработку стойкого иммунитета. Хочется напомнить, что еще одной эффективной профилактикой гриппа является соблюдение правил личной гигиены, здорового образа жизни, и правильного питания. Алексей Кулигин, Ольга Дунская, Новая Одесса. Вопреки логике, вчера, доминируя на протяжении всего матча, одесский черноморец в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы со счетом 0-1 уступил лидеру квартета болгарскому лудогорцу. На последней минуте первого тайма, отбивая штрафной удар, грубую ушибку, допустил капитан моряков Дмитрий Безотосный. И так был забит единственный гол в этой встрече. Отметим, что за минуту до рокового удара болельщики бросили на поле мощную петарду, которая взорвалась очень близко от нашего вратаря. Если бы это в сам момент, когда вот ставят руки, и тогда бум, война началась, не дай бог. Да, ну тогда да. А до того стрельнули, ну так что, так на стадионе часто стреляют. Танки же не шли сзади ворот. Это есть первая часть, это было просто недостаток, наверное, мастерства. А второе, это, конечно же, сегодня можно говорить о том, что имело место просто такое невезение. Потому что, ну, я не знаю, я думаю, что такие моменты, ну, мы создали, которые, ну, просто мы обязаны были забить. Но это вовсе не претензии, понимаете. Тут не к чему, ну, не от провода предъявлять претензии. Одесситы будут спать на час больше. В ночь с субботы на воскресенье Украина перейдет на зимнее время. Напомним, в 2011 году депутаты Верховной Рады предлагали отменить перевод стрелок, как это сделала Россия. Тем не менее, наша страна продолжает жить по старым правилам. Отметим, что переход на зимнее время осуществляется в последние выходные октября, начиная с 1996 года. Не забудьте перевести стрелки на один час назад. Вы смотрели новости на Новой Одессе. Если у вас есть проблема в решении, которая может помочь внимание общественности, звоните нам. Телефон горячей линии 709-10-10. Наш выпуск завершат проект международных новостей 100 секунд и прогноз погоды. Увидимся в 9 часов вечера. В студии был Антон Равицкий. Хороших вам новостей и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Более 12 часов продлилась полицейская операция по обезвреживанию злоумышленника, забаррикадировавшегося в закусочной германского города Фрайбург. Помимо него в помещении находились 12 человек, которые, по всей видимости, были его родственниками и знакомыми. Позже, однако, в полиции предположили, что люди могли находиться в кафе по собственной воле. В связи с этим стражи порядка предпочли называть инцидент не захватом заложников, а потенциально опасной ситуацией. Спецназу удалось взять кафе штурмом. Находившиеся внутри люди не пострадали. Сейчас с ними работают психологи. В столице Сирии Дамаска еще несколько провинций оказались обесточены после внезапной атаки повстанцев. Министр электроэнергетики Сирии Эмад Хамис заявил, что террористы атаковали местный газопровод, который питал электростанцию на юге страны. Представители повстанцев, в свою очередь, сообщили, что объектом обстрела был город Гасула возле аэропорта, и что, возможно, газопровод был задет случайно. Напомним, в ходе гражданской войны в Сирии уже погибло более 100 тысяч человек. В городе Сьюдад Хуарес один человек погиб, и 50 получили ранения в результате взрыва на кондитерской фабрике, принадлежащей американской компании «Блюбери». Пострадала значительная часть здания, в котором на момент трагедии находилось до 300 человек. Работы по разбору завалов продолжаются. Не исключено, что количество жертв увеличится. Как считают эксперты, причиной взрыва могла стать слишком большая концентрация горючего газа, скопившегося в технических помещениях. Тысячи студентов и преподавателей вышли на улицы ряда испанских городов, чтобы заявить о своем недовольстве сокращением бюджета на образование. Манифестанты заблокировали подъезды к ряду университетов, что привело к столкновениям с силами правопорядка. В прошлом году около 30 тысяч студентов не смогли закончить обучение из-за слишком высокой платы за него. В столице Гаити, Порт-О-Пренсе, прошли столкновения стражей порядки участников акции протеста, которую спровоцировал арест правозащитника Андреа Мишеля. Демонстранты заблокировали несколько улиц и бросали камни в полицейских. Те ответили гранатами со слезоточивым газом. Сторонники юриста считают, что власти преследуют его по политическим мотивам. Андре Мишель выступал против президента Мишеля Мартелли и обвинял в коррупции ключевых фигур местной политики, включая первую леди страны. Народный суд высшей ступени Цзинани в пятницу отклонил апелляцию на приговор бывшему высокопоставленному партийному функционеру Бо Силаю. В силе остался предыдущий вердикт, согласно которому политик остаток жизни проведет в тюрьме. Бо Силая обвиняют в коррупции и злоупотреблениях властью. Всего следователи насчитали по его делу коррупционных эпизодов более чем на 3 миллиона долларов. В то же время зарубежные наблюдатели отмечали, что события вокруг политика могли быть связаны с борьбой за власть в руководстве китайской компартии и обвинения в коррупции стали лишь поводом к расправе над конкурентом. С 29 ноября по 2 декабря 40 команд сразу двух главных французских футбольных дивизионов пропустят один тур чемпионата. Таким образом, футболисты решили выразить свое недовольство введением 75-процентного налога на доходы свыше 1 миллиона евро в год. Руководители клубов считают, что из-за этого они могут стать банкротами, а французский футбол ухудшит свои позиции в Европе. Словацкие конструкторы провели первое испытание автолета «Аэромобил-2.5». Пока что в компании не раскрывают точные цифры. Известно только, что общий вес пустого аэромобиля составляет 450 килограммов. Максимальная скорость в полете более 200 километров в час, а вот скорость по земле всего 155 километров в час. Расстояние, на которое можно путешествовать по воздуху, составляет почти 700 километров. Проектировщик, а по совместительству и основатель компании Штефан Кляйн, потратил на осуществление невозможного ни много ни мало 20 лет. В центре Лимы перуанские археологи обнаружили древнее захоронение с двумя мумиями, предположительный возраст которых тысячи лет. По их мнению, мумии принадлежат к цивилизации Уари, которая процветала в Перу на протяжении пяти столетий. Перу богата своими археологическими сокровищами. На территории страны открыты сотни мест, принадлежавших десяткам древних культур. На Шри-Ланке значимое событие. Здесь запускают в эксплуатацию важную автостраду, соединяющую международный аэропорт со столицей, городом Коломбо. В ее открытии приняли участие слоны. Посмотреть нашествие собрались десятки тысяч человек. Организаторы говорят, сначала вообще планировали испытать новую скоростную автодорогу слоновыми бегами. Однако потом животных пожалели, решив, что свежий асфальт им не понравится. Выступление артистов-акробатов буквально ошарашило зрителей городка Бангор в Северном Уэльсе. Группа молодых людей показала настоящее уличное искусство. Они сжимались под лавочками, свешивались с бордюров, в общем, занимали позы, несвойственные обычным прохожим. Актеры группы Buddies in Urban Spaces не в первый раз устраивают подобные перформансы. Ранее они с таким же успехом выступали в других городах Европы и мира. Детеныши-близнецы гигантской панды родились в июле в зоопарке Атланты. Но только сейчас малыши получили имена Мэй Лун и Хуан Мэй. Трехмесячная задержка вышла неспроста. По китайской традиции с рождением медвежонкой до получения им имени должно пройти 100 дней. В переводе с китайского Мэй Лун и Хуан Мэй обозначают нечто неописуемо красивое и великолепное. Сами имена были выбраны путем голосования на сайте ABC. Вместе с малышами в зоопарке Атланты теперь 5 панд. Смотрите каждый час обзор главных мировых новостей в программе «День за 100 секунд» на телеканале «Новая Одесса». Прогноз погоды от страховой компании «Теком». Как сообщают синоптики, в субботу, 26 октября, в Одессе в течение дня будет малооблачно. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 768 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 94%. Температура воздуха ночью 8,11, днем 9,14 градусов со знаком «плюс». Это Сергей Петрович. И он очень любит свой старый автомобиль, который подарил дочери. А это дочь Сергея Петровича Лена. И она хочет научиться водить. Сергей Петрович застраховал свою машину с помощью нового полиса «Мини-каска», потратив при этом всего 900 гривен. Новый полис «Мини-каска» от страховой компании «Теком» для старых автомобилей по цене автогражданки. Страховая компания «Теком». Уверенность в квадрате. 719 05 55.